Курить или не курить? Правильный ответ вам подскажут Здравый смысл и Минздрав России. На днях в СМИ были опубликованы выдержки из новой концепции антитабачной государственной политики на ближайшие пять лет. Среди предлагаемых мер увеличенный рабочий день для курильщиков, экологический налог для потребителей табака и даже пожизненный запрет на продажу сигарет россиянам, родившимся после 2014 года. Эта мера как раз выдана для того, чтобы поставить цель, такой ориентир, поднять эту проблему и обсудить, как же нам лучше это реализовать. Может быть в 2033 году уже будет распространенность потребления табака на таком минимуме, будут курить единицы. Новая концепция также предлагает запретить курение в коммунальных квартирах и на пешеходных переходах. Кроме того, продажа табака в городах, по мнению Минздрава, должна осуществляться только в торговых павильонах площадью не менее 50 квадратных метров. Всероссийская организация здравоохранения и Национальный институт онкологии США на днях подсчитали. Мировая экономика из-за последствий курения ежегодно теряет более триллиона долларов. Это затраты на лечение и снижение производительности труда у населения. В Архангельской области по данным диспансеризации курит около 13% трудоспособного населения. В реальности, говорят медики, табак потребляют примерно каждый третий. И если вы считаете, что пагубная и дурнопахнущая страсть к сигаретам – это всего лишь вредная привычка, то специалисты спешат вас расстроить. При страсти к курению относятся к категории поведенческих и психических расстройств. За рубежом нередко лечение последствий табакозависимости, финансовая ответственность самого курильщика. У нас же за все платит Фонд обязательного медицинского страхования. Опыт многих стран показывает, и мы сами ездили и наблюдали такую ситуацию, что пациента не возьмут на операцию, допустим, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а мы знаем, что многие сердечно-сосудистые заболевания обусловлены таким вредным фактором, как курение и зависимостью, не возьмут на операцию, пока человек не откажется от курения. Или ему не будет оказана какая-то помощь, или действительно страховка будет стоить дороже. И даже бросить курить в Архангельской области помогают бесплатно. В регионе действуют 19 кабинетов по отказу от табака. За три года их посетили почти 3,5 тысячи человек. Практически каждый второй из них теперь дышит чистыми легкими. 12 – это показатель, говорит о том, что вы относитесь все-таки к статусу тяжелого курильщика. В Архангельске кабинеты по отказу от курения работают на базе 4-й городской больницы, 1-й и 2-й поликлиник и в центре медпрофилактики. Бросить курить. Мы не ставим такую цель. Мы все-таки ставим цель, чтобы человек остался некурящим после того, как он предпринял попытку отказаться от табака. Благодаря таким кабинетам как-то неудобно обвинять Минздрав в закручивании гаек. Возможности соскочить с никотиновой зависимостью у курильщика есть. Переходить на электронные версии сигареты, наверное, бессмысленно. Минздрав в своей новой антитабачной концепции объявляет борьбу и им. Здесь согласны и законодатели. Депутаты Архангельского областного собрания направили своим московским коллегам законопроект, приравнивающий электронные сигареты и выпы к обычному табаку. Самое, наверное, страшное во всем этом, что те жидкости, которые продают для электронных сигарет, опасны ведь не сами сигареты, а именно эти жидкости, именно тот состав, который в них входит, к сожалению, сейчас не лицензируем, а к сожалению, залить туда можно абсолютно все, что угодно. Многие врачи, многие ученые говорят о том, что в этих составах существует формальдегид, который не менее опасен для человека. В случае принятия законопроекта все ограничения, связанные с курением табака, будут распространяться и на электронные аналоги сигарет. Кстати, в Комитете по борьбе с табакурением при Минздраве РФ утверждают, что производители сигарет очень болезненно отнеслись к предлагаемой антитабачной политике. Впрочем, на сегодня часть мер, предлагаемых Минздравом, весьма сложно вписывается не только в действующее законодательство, но и в некоторые положения Конституции. Видимо, это и станет главным аргументом табачных гигантов в борьбе с последователями Гиппократа. В ближайший год к этой табачной борьбе будет очень интересно, как сериал. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.